Сегодня гроссмейстер Мария Монакова дает частные уроки и преподает шахматы в школе. Шахматы – метафора нашей жизни. Это тема первого занятия. Жил царь Барен. Он был ужасный, он был злой, он со всеми ругался, ссорился и всех убивал. Вдруг подходит к стенам с Данка в капюшоне какой-то черный тип и стучится. Открывает, а это какой-то мудрец с такой большой бородой, звали его Хлюндий, Хлюндий. Его великий мудрец Хлюндий пришел и говорит, я что? Хлюндий Хатабыч. И говорит, вы знаете, я хочу вам сделать один подарок, а на самом деле все в вашей стране. Я хочу вам подарить военную. Вы будете воевать, да, вы будете воевать, но вы будете воевать не с настоящими людьми, а вот на этой, у него подмышкой была вот такая доска, вот как у вас. Мои родители музыканты там, а музыка и шахматы, они очень близки. Вот на этом крючке, значит, желание выиграть. И с тех пор все моя жизнь превратилась в шахматы. Ты король? Ну вставай на стул, не стесняйся. Ты, представляешь, ты гангстер, врываешься. Кто может быть гангстером? Давай, ты гангстер, врываешься, скажешь, ваше личное, я вас сейчас убью, а ты, а ты кто может? А ты сидишь себе спокойно и так в нее, сделаешь. Понятно? Ваше личное, я сейчас вас подстрелю. Вот, ребятки, это называется сегодня шах. Король жив, здоровье, ханик. А вот когда никто короля спасти не может, когда всех его защитников уже всех, уже все посъедали, поубивали, по все. И он один стоит, одинешенький, тут на него все направлены, и он не может спастись. Это называется мат. И партия закончилась. Многие шахматисты раньше сходили с ума и оканчивали жизнь в сумасшедших домах. Я была настолько увлечена, что у меня как бы люди превращались в шахматные фигуры. То есть я начинала, я вообще, если чем-то увлекаюсь, я схожу с ума. Медленно и верно. То есть люди, видя, я говорю, этот человек конь, а эта девочка пешка. Себя я считала нормальным человеком. Наверное, я ошибалась.